всем привет вот эта выкройка в уменьшенном как бы виде вот наши детали которые я сейчас вырежу и буду уже собирать это рукав вот полочка и спинка карман и так далее вот я разложила примерно как оно должно быть это у нас перед кокетка переда вот рукав вот все подписано вот средняя часть будет собираться она будет вот сюда тут везде есть меточки это боковая часть вот эти вот эта часть это одинаковая они все везде подписано вот эта верхняя часть будет собираться присобираться и вот таким вот образом будет складываться наше платье полотнище нашего переднего полотнище нашего платья рукав еще будет вот здесь вот ластовица то сейчас трудно как-то его сюда приложить но потом на платье это будет видно буду боковой шве у нас карман а спинка собирается прям точно так же да только вместо вот полочки будет спинка вот кого и моего платья и цель на все оставила вместе с выкройкой каждый она подписана у нас вот при собрать до такого размера нужно при собрать сколько каких деталей края если мы делаем из двух цветов да если то здесь написано допустим две детали основной ткани первый цвет и четыре детали цвет 2 теперь сидит прямоугольники я буду собирать делать строчку для сборки чтобы собирать вас по верху по верху вот они мне разложены это у нас пинка это полочка и рука ну чтож я сделала эти строчки и сейчас будем собирать вот это вот серединка в средняя часть находим центр получаю на верхней части тоже центра теперь стягиваю вот так и скалываю так же буду делать с другой с центром спинки вот так вот теперь берем нижнюю часть точно так же вот прям аналогичным способом собираем и прикалываем таким образом у нас получилось вот это вот серединка средняя часть еще совершенства чая и обметаем и это тоже вот они получились и две серединке уже их сначала металла вот так сейчас также совершенно аналогично я буду собирать боковые части они тоже будут состоять из трех частей и вот этих боковых полос у меня должно получиться четыре штуки вот этот вот у меня центр центр центральная часть и вот эту боковая так смотрите как я решила украсить я пришила кружева на переднюю часть так вот решила делать это совсем не обязательно можете делать и теперь я соединяю их повдоль вот таким вот образом эти полосы между собой это перед а это спинка на спинке у меня кружева нет так она будет смотреться вот они три части соединяю это у меня зад получился это перед так укладываем уравниваю края смотрим где у нас там есть надсечки меточки все соединяем скалываем и здесь очень важно если ткань тянется смотрите чтобы не вытянуть вот эти швы все это скалываем аккуратно и здесь будем стачивать и обметывать и вторым также вот что у нас должно получиться в итоге соединяем пока я буду шить вверх я соединила плечевые швы это мой рукав вот здесь вот меточка есть она должна быть спереди вот так он будет притачиваться прикалываем рукав я сделала до локтя и второй так же вот их при начало такая у нас получилась верхняя часть крыловины пока делать не буду буду пришивать переднее и заднее полотнище берем наш перед и зад начнем начнем с переда делаем серединку находим центр переднего полотнища центр переда тут есть ниточки еще и стягиваем вот до этих меток вот серии серединочку верхнюю часть а это боковая часть там написано до какого размера ее нужно стянуть вот так вот их все стягиваем до нужного размера до нужной ширину и они должны сгибе тоже быть одинаковые прикладываем соблюдая все метки и не растягиваем растягиваем вот эти вот края так прикололи здесь у нас будет стоять вот такая ластовица тоже везде обязательно поставьте везде меточки когда будете кроить потому что это важно вот так она будет вот сюда вставать не забывайте что там есть припуски прикалываем здесь оставляем припуск и прикалываем здесь вот к этой части это получается у нас уже передняя часть боковая вот так у нас так здесь тоже у нас припуск и есть меточка тоже отметочка до куда должна быть ластовица так вот до сюда я уже вот до металла до сюда и теперь двигаемся дальше так вот эта метка на рукаве уже у нас да стоит сюда уравниваем прикалываем надо было сразу начинать сметывать ну да ладно так это у нас передняя часть боковая часть передняя вот к ней приметывать будем и вот сюда сейчас я приметаю так я прерываюсь вот на этих местах чтобы у нас вот эти вот как бы припуски остались вот таким образом что потом можно было здесь сметать и потом застрачивать нужно будет тоже вот эти припуски нужны будут не надо их убрать никуда вот смотрите теперь наша конструкция какая-то перед вот это рукав а это у нас ластовица вот так она должна быть вот так все теперь надо на спинку переходить переворачиваем вот она наша ластовица и здесь точно так же сейчас я сначала вот ее прикалю вот так вот сюда и прикалываем том что вот у нас рукав пошел и ластовица к нашей меточки здесь тоже у нас есть меточка так вот эту часть заднюю подгоняем тоже до нужной меточки это боковая часть вот так ее соединяем с ластовицей вот что у нас получается а это уже пойдет туда на боковой шов как будто это боковая боковая часть и дальше уже уходит в боковой шов вот как бы из подмышки вот он пошел и того у нас получился вот этот квадрат вот так то есть вот это вот рука шов рукава это боковой шов а между ними вот такой вот квадратик такая ластовица вот что получается в принципе это не не сложно просто трудно объяснить как бы так и теперь мы начинаем все это стачивать я начинаю вот с этих вот швов допустим вот я взяла спинку и сначала и обметала и вот эти тоже спереди то есть понимаете да вот который в боковые швы потом уходят начинаем стачивать с них вот так сначала обметали и немножко в боковый шов можно уйти что потом уже боковой шов строчить не от самого угла и здесь также вот так у нас получилось все и теперь вот от этого уголка мы начинаем строчить до следующего уголка то есть это у нас передняя часть укладываем хорошо на наши припуски я отстрочила обметала вот так получилось я еще не утюживает часть вот что получается и теперь сзади это может быть хоть спереди хоть сзади без разницы и теперь уже вот эту часть мы одной строчкой соединяем вместе со швом рукава потом переходим вот так идем здесь аккуратно с углом чтоб не затянуть его прям освободите припуск проходим через всю кокетку и двигаемся до следующей ластовицы здесь заканчиваем на рукаве то есть вот единым швом и обметываем все вот такой у нас после вот я про утюжила получилось ластовица такой вот получился квадрат все начинаем делать карман боковом шве я проклеила переднюю часть вот такие вот места входа в карман спереди здесь у нас тоже есть отметочки засечки вот они от кармана так они должны совпадать с осечками на самом кармане прикладываем мешковину кармана лицом к лицу совмещаем засечки ниточки передняя часть передняя часть к спинке также я вот по этим местам соединяю по месту засечки теперь я это стачаю и оберложу и здесь также прям напропалую вот видите сплошняку не до засечек а прям полностью но засечки там мои видны на меточки я их еще немножко усилила маркером так теперь мы соединяем аккуратно шов шов чтобы у нас все совпало скалываем по месту наших меток и скалываем саму мешковину меточки сначала смотрите чтобы шовчики прям совпали шов на швы притачивания мешковины чтоб между собой совпали вот так проверяем с обоих сторон расправили так скалываем мешковинку и боковой шов расправляем края уравниваем так здесь должны совпали подать наши шовчики тоже и до самого низа теперь стачиваем вот отсюда переходим на карман на мешковину здесь вот по меточке по самой проходим по мешковине опять на между на метку на наши выходим и заканчиваем смотрите чтобы тут все меточки все совпало у нас вот получилось это вот примерно так у меня еще не утюжила просто застрочила один и другой карман пойду на утюг вот я все от утюжила вот такой получился карман здесь мы сделаем еще закрепки чтобы у нас карман смотрел вперед такие вот закрепочки я сделала по сантиметру примерно далее нам осталось обработать горловину горловинку низ рукава и низ самого платья то есть осталось совсем немного вот моя горловина я беечку вот так вот заутюжила прикладываю горловинки и приметываю ее в ребро вот этот вот сгиб я припосаживаю немножко горловину или если гонца вытягиваю бейку ну совсем немного чтобы не было складок вот вокруг я все это приметала дошли до шва до плечевого шва здесь нужно соединить косую бейку соединяю его таким образом не под углом а ровно прям под прямым углом если правильно сказать излишки нужно убрать отрезать сначала стачаю вот эту вот саму бейку а потом по кругу в машинке и буду вот так то ее внутрь заворачивать я стачала теперь чтобы хорошо ее уложить нужно ее как бы в разных местах вот так вот приколоть вот это спереди оставляем перекант из основной ткани чтоб не было ее видно было то есть саму бейку чтоб не было видно как бы с лицевой стороны и приметываю в нескольких местах сколола и приметываю хорошенько ее выкладываю чтоб она нигде не вытянулась настрачиваю ее с изнанки примерно 1 миллиметр от края бейки вот так у нас получается все теперь подшиваем низ и низ рукава я подгибала 3 сантиметра и вот таким вот образом приметывала и настрачивала все наше платье готово Продолжение следует...